Кумтор вернуть к Кыргызстану невозможно. Это нереально. Мы непременно проиграем все международные судебные разбирательства. У нас нет опыта, нет специалистов, способных достойно отстаивать наши интересы в суде. Если вы помните, еще буквально два года назад так говорили многие политические оппоненты власти. Здравствуйте. Сегодня нам нельзя соваться в эти международные судебные инстанции, арбитражи. Никто нас там не поддержит. Мы только потеряем лицо, деловую репутацию, инвестиционный имидж. Никто не позволит Кыргызстану национализировать месторождение Кумтор. Звучали отовсюду зловещие предупреждения. Вам это знакомо? Нет? Ну, конечно же, знакомо. Именно так говорили те, кому государственный контроль над добычей золота на этом многострадальном месторождении, очевидно, уже не сулил никакой личной выгоды. Потому что вместе с национализацией однозначно закрывались все многолетние коррупционные схемы, каналы нетрудовых доходов от зарубежных золотодобытчиков, откаты, премии, подарки и прочее, прочее, прочее. Но национализация месторождения все же состоялась. Такова была воля народа. Многолетняя мечта кыргызстанцев наконец-то сбылась. Но и тогда, после мая 2021 года, отдельные политики, гражданские активисты, бывшие чиновники продолжали запугивать жителей страны и действующую власть международными санкциями, полным крахом инвестиционной политики и даже международной изоляцией. Да, и они же говорили и о том, что самостоятельно добывать золото цивилизованными методами мы не сможем. Нет у нас навыков, нет практического опыта и теоретической базы для этого. Тем не менее, вопреки всем этим мрачным прогнозам и предсказаниям доморощенных оракулов, месторождение сегодня принадлежит Кыргызстану. Оно добывает золото, изо дня в день увеличивая золотовалютные запасы страны, которые являются надежной основой экономической и финансовой стабильности республики. И еще, те же политики предрекали крах идеи национализации, потому что, по их мнению, в Кыргызстане золото не умеют беречь и хранить. Оно будет попросту разворовано, вывезено за пределы страны и продано с целью личного обогащения. В социальных сетях, в интернете тогда вновь и вновь появлялась фейковая информация о якобы тайно вывезенных из страны тоннах золота, фейковые фотоколлажи, якобы свидетельствующие о секретных переговорах по продаже кумторовского золота. Словом, в этом яром сопротивлении процессу возвращения золотоносного месторождения в родную гавань в ход пошли все приемы, от грязного вымысла и подтасовки фактов до известных и отработанных методов черного пиара. Главное первым крикнуть, держи вора, а там хоть трава не расти. И что интересно, вся эта мутная байда, извините за сленг, но по иному и не назовешь ее, со страниц интернета и социальных сетей плавно перекочевала в святая святых в кулуары парламента. Депутаты, наделенные полномочиями и облеченные доверием народа стали в комитетах и на пленарных заседаниях поднимать и, как говорится, на полном серьезе обсуждать судьбу якобы уворованных золотых запасов страны. Звучали гневные обличительные речи, осуждающие беспрецедентную по масштабам секретную сделку с продажей и вывозом золота за пределы Кыргызстана. В дискуссию, если вы помните, включились не только те, кто хотел во все это верить с самого начала, но и те, кто услышал об этом золотом деле впервые от своих же коллег-депутатов. И они клеймили власть, посягнувшую на народное достояние. Все это длилось не один день или не одну неделю. Эта полифония голосовых обвинений и необоснованных предположений не утихала месяцами. И даже личные заверения главы государства в том, что из добытого на кумторе золота не украдено ни одного грамма, не смогли убедить депутатов. Многие из них свято уверовали в продажу драгоценного металла и настоятельно требовали вернуть пропажу назад. Ведь этот комический водевиль разыгрывался буквально недавно и на наших с вами глазах. Пока в сентябре прошлого года в Дёргкенеше не была создана временная депутатская комиссия по изучению добычи и реализации золота и деятельности закрытого акционерного общества Кумтор Голд Компани с момента перехода ее в собственность Крыгызской Республики. Наиболее активные сторонники обвинения власти в хищении золотого запаса страны из числа депутатов Дёргкенеше почему-то отказались руководить работой данной комиссии. Но остальных членов парламента это не остановило. Проверка Кумтор Голд Компани по всем параметрам была все-таки проведена. Отчет депутатская комиссия представила на рассмотрение Дёргкенеше в марте текущего года. И наконец буквально недавно члены данной комиссии отчитались перед журналистами в ходе пресс-конференции. Они дали полный расклад по хранению золотовалютных резервов Кыргызстана, посетив хранилище Национального банка. По деятельности Кумтор Голд Компани побывали на афинажном заводе акционерного общества Кыргызалтым. Ознакомились с работой Центральной научно-исследовательской лаборатории горно-рудного комбината в городе Харабалта. Согласно отчету по итогам работы Временной депутатской комиссии по изучению добычи и реализации золота и деятельности Кумтор Голд Компани не обнаружено фактов хищения, умышленного искажения количества качества и стоимости хранящегося, а также вывезенного и реализованного золота. На сегодняшний день общий объем золотого запаса составляет около 47 тонн, сказал на пресс-конференции председатель Временной депутатской комиссии Арслан Бекмалиев и добавил, что в январе общий объем золота составлял 45 306,16 килограмма. В том числе остаток золотого запаса Кыргызской республики в хранилище Национального банка составляет 43 944,13 килограмма. И на хранении коммерческого банка UBS AG в Швейцарии находится 1362,03 килограмма. В общем, другими словами, все на месте, ничего не разворовано и ничего не продано. На заседании Дюлор Кенеша 16 марта 2023 года депутаты заслушали и приняли к сведению заключение Временной депутатской комиссии. И все. А дальше по меньшей мере странное молчание. А как же быть с теми оскорбительными подозрениями в краже золота в адрес действующей исполнительной власти? Как быть с выпадами в адрес Кумтора? А как же быть с потоками ложной информации и грязных инсинуаций? Заслушали и приняли к сведению. И все. И забыли о гневных разоблачительных речах с высокой трибуны и выступлениях у микрофона. Кто-нибудь за все за это должен же принести хотя бы извинения? Ну чисто по-человечески, как говорится, по совести. Или как? Попутно облили грязью, обругали и пошли дальше. Так что ли? Думаю, что в цивилизованном обществе так дела не делаются. А ведь случай с золотым запасом республики далеко не единственный. Обвинения и необоснованные подозрения в адрес власти звучали и прежде, и по другим поводам. Может быть, менее резонансным, менее громким, но одинаково неприятным и беспочвенным. И по ним также никто не извинялся, никак не реагировал, когда ложные сентенции, прозвучавшие с высокой трибуны, не получали фактического подтверждения. Все это предавалось забвению, замалчивалось, без никаких признаний в ошибочности, подозрений и тем более без никаких извинений. Как будто ничего и не произошло. Странно все это, не правда ли? А еще больше неприятно и грустно. По-моему, каждый человек должен все-таки уметь отвечать за свои слова, если он человек разумный. Или я чего-то не понимаю. А золото наше, между тем, остается при нас. Оно надежно хранится в запасниках. И это дает определенную уверенность в стабильности и перспективах развития Кыргызстана, даже если это кому-то не совсем нравится. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok